Всем привет! Мы сегодня будем проводить эксперименты с зажиганием. Именно снимем осциллограммки, импульса зажигания на вот этой машине и проведем некие опыты. Что я хочу сегодня попробовать, это поставить сухую катушку вместо масла наполненной, посмотреть на напряжение пробоя искры, на накопление энергии, на время накопления и на время горения, сравнить ее с маслонаполненной, ну и потом сделать какие-то выводы. Будем снимать вот таким вот осциллографом Хантек, двухканальный осциллограф. Что он нам, какие возможности даст? Во-первых, поймем первичное напряжение от первичной цепи катушки, это раз. И второе, если у нас будут, например, какие-то проблемы по какому-то конкретному цилиндру, потому что двигатель немножко начал что-то потраивать, то есть, возможно, где-то есть то ли пробой провода, то ли свечи, сейчас я не знаю, что конкретно, но будем экспериментировать. Мы сможем таким образом синхронизировать, например, по первому цилиндру эту осциллограмму и понять, в каком цилиндре именно происходит проблема, зная порядок работы цилиндров. Давайте начинать. Сейчас я подключился к первичной обмотке катушки зажигания, к управляющему выводу и к выводу питания. Что нам это сейчас даст? Мы посмотрим напряжение первичной цепи, как там идет накопление энергии, как идет напряжение пробоя, время горения. И я еще хочу посмотреть, нет ли просадок питания в момент пробоя искры или каких-либо других наводок, помех первичной вообще в системе питания катушки. Так это, объясни про этих же померщиков. Да, да, да. И особый, конечно, привет мы передаем же померщикам, которые говорят, что у нас только какие-то ощущения, не пойми, какие выводы сделаны. Пожалуйста, мы все очень даже предметно и приборно можем доказать и показать, и сделать какие-то правильные выводы. Поэтому обзаводитесь нужным оборудованием и только потом рассказывайте. Сняли осциллограммку. Давайте все-таки начнем с того, что здесь, что, что происходят, какие процессы. Вот в этой точке у нас начинается зарядка катушки. То есть на управляющий вывод подается минус, соответственно, вот эта точка у нас плюс 12 вольт, здесь у нас 0 вольт. То есть у нас идет питание катушки, зарядка катушки. Накапливается энергия, по мере накопления у нас уменьшается отрицательное напряжение на управляющем выводе. И когда катушка полностью зарядилась, у нас напряжение примерно падает в два раза, то есть разность потенциалов на выводах первичной обмотки уменьшается с 12 вольт до 6. Это так называемое удержание катушки. То есть она накопила свою энергию, чтобы ее просто не греть, просто как активным сопротивлением. Коммудатор переводит режим катушки, напряжение уменьшает, и таким образом искрообразование еще не начинается, но при этом чисто нагрузка на катушку уменьшается, она тупо не греется. В этот момент времени у нас происходит отпускание катушки, то есть мы как бы обрываем минус с управляющего вывода, и у нас начинается искрообразование. В этот момент у нас происходит пробой искры. Пробой. После того, как у нас искра образовалась, сопротивление между электродами резко падает, и у нас происходит горение искры. Вот эта вот полочка горения искры. После чего, когда энергии катушки недостаточно для того, чтобы поддерживать дугу между электродами, смесь в цилиндре между электродами в состоянии плазмы, у нас происходит разрыв искрового промежутка, соответственно, сопротивление между электродами опять растет, и у нас немножечко происходит выброс напряжения, то есть у нас нагрузка на катушку упала, последние джоули энергии у нас увеличивают разность потенциалов между электродами. После чего происходит вот такое вот затухание напряжения, просто колебательный переходной процесс за счет индуктивности. Что здесь мы видим? В принципе, здесь мы видим, что система работает более-менее нормально. Есть, правда, иногда какие-то вот... Вот мне, например, вот тут не нравится время горения искры, то есть у нас как бы рассеялась сразу энергия, то есть есть какие-то непонятные пропуски, изредка встречающиеся. Сейчас мы синхронизируем это по одному из цилиндров и посмотрим. А так, в принципе, нормально. Накопление, пробой, горение. Теперь о... давайте цифрах. Вот так вот мы выставим этот график. По времени, период у нас стоит 10 миллисекунд, одна клеточка. Итого мы видим, что на холостых оборотах у нас накопление идет 5 миллисекунд, зарядка катушки, после чего она переходит в режим удержания. Напряжение пробоя. У меня здесь стоит 1 вольт, и делитель на щупе стоит 1 в 10. То есть одна клеточка 10 вольт в первичке. Раз, два, три, четыре, пять. Так, обратное напряжение у нас получается 500 милливольт на первичной стороне катушки. Это, кстати говоря, неплохо. Точнее, 500 вольт, 500 вольт, ошибаюсь, да? Так что, кстати говоря, пальцами ссовать, пальцы ссовать даже в первичную цепь тоже немножечко неприятно. Поэтому не нужно. И посмотрим время горения искры. Так, у нас тут раз, два, три, четыре, ага, пять. То есть это у нас каждая клеточка 2 миллисекунды. Время горения 2 миллисекунды. Запомнили, накопление 5 миллисекунд, горение 2 миллисекунды, обратное напряжение в первичной цепи 500 вольт. Сейчас мы остановим вот так вот осилограмму. Что я сделал? Давай сюда покажи. Я просто беру щуп, просто его прислоняю к проводу первого цилиндра. И наведенные напряжения мы уже увидим самый максимальный импульс, соответственно, напротив импульса первого цилиндра. И после этого мы можем просмотреть, на каком из цилиндров у нас есть проблемка. Ну, уже пока. Так, вот у нас максимальный пик. Давайте я так вот разведу графики. Вот видите, соответственно, есть наводки из остальных цилиндров, но первый цилиндр у нас больше всего пик по напряжению. Давайте посмотрим, что у нас здесь по красоте осилограмм для каждого из цилиндров. Первый отлично, второй как-то так не очень, точнее третий. Четвертый. Второй. Так, ну самое некрасивое, мне кажется, на четвертом цилиндре. Стекает, стекает искра. Сейчас померяем сопротивление провода. Выкрутим свечу, но если честно, я думаю, тут в другом проблема. Тут потек радиатор. Видите, надо будет устранить. Уже сильно потек. И провода немножко подмокли. Конечно, не так, чтобы сверхправильно такие эксперименты проводить, когда вот все в антифризе. Сейчас мы это все протрем и обезжирим. Ну, тут как бы все показываю честно, как есть. Есть проблема, показываю вместе с ней. Ничего не скрываем. Но сейчас для приличия померяем четвертый провод и выкрутим свечу. Посмотрим. Выкрутил свечу из четвертого цилиндра. Ну, конечно, забросанная она здесь. Может давать вот такая угольная пыль. Может давать подобный график осциллограммы. Я хочу заодно сделать, смотрите, какой эксперимент. Есть две свечи. Я достал резистивную BPR6E НЖК с резистором. Внутри есть вот такая вот без резистора новая свеча. Заодно сравним ее. Просто что это дает. Какие осциллограммы мы получим. Дольше время горения будет меньше. И еще я хочу сделать такой эксперимент. Есть два комплекта проводов. Одни это Tesla, которые мы всегда ставим на Москве. И сопротивление провода 6 кВт. Есть еще такие финвалы. Это 8-рочный комплект. Но смысл в чем? Смысл в том, что сопротивление его гораздо ниже. По-моему, в районе до килоома. Вроде бы 800 Ом. Сейчас мы возьмем вот такой вот провод. И вот такой вот финвал. 760 Ом. Как бы тут в 10 раз ниже сопротивление. Не нулевик, но попробуем. Этот провод у нас идет во второй цилиндр. В четвертом цилиндре у нас свеча без сопротивления. Первый, третий цилиндр. Все по стандарту, как и было. Давайте теперь посмотрим. Первый цилиндр. По нему синхронизировались. Время горения тут не изменилось. Около 2 мс. Второй цилиндр, где стоит провод с довольно низким сопротивлением. Немножко поменялась полка горения. Ну, я бы, конечно, не сказал, что это сверхточный осциллограф. Какие-то тут артефакты есть. Ну, не знаю даже. Что вам сказать. Время горения тоже чуть-чуть меньше 2 мс. То есть особой разницы я не наблюдаю. Напряжение пробоя, что вообще ничто, а вообще напряжение пробоя во всех цилиндрах одинаковое. Видите, это все как под линеечку. Первый цилиндр, третий, второй, четвертый. В четвертом стоит свеча без сопротивления. Ну, опять-таки, какой-то особой разницы я не вижу. Конечный импульс уменьшился. То есть, как бы, о чем это нам может говорить, что энергия катушки расходуется более целостной. Практически вся энергия расходовалась, что у нас не осталось заряда, который дал бы импульс напряжения под конец горения искры. Но принципиальных отличий я, честно вам скажу, не вижу никаких. Поэтому вот это вот, что борются за нулевики, за свечи без сопротивления, мне кажется, это полная хрень. Даже не кажется, а вот, ну, видите, тут уже приборно по графикам мы можем это оценить. Единственное, что поменялось, это вот, хоть я держу щуп прямо возле первого цилиндра, помехи от второго цилиндра и от четвертого. Нет, кстати, от четвертого не так. Больше всего помех дал провод с низким сопротивлением. То есть, это я прижимал непосредственно к проводу первого цилиндра, а вот это вот у нас лезет помеха от второго цилиндра. То есть, насколько она увеличилась, например, по сравнению с третьим. И это не провод нулевого сопротивления. У него есть 700 Ом сопротивления. Ну вот у нас здесь 7 кОм. Импульс вот такой вот. Здесь у нас 700 Ом. Возможно, в следующем видео мы проведем эксперимент именно с нулевиком. Но чисто, приборно, цифирно, я могу точно сказать и однозначно ответить, что провода с низким сопротивлением дают больше радиопомех. Ну тут точка, тут других вариантов не может. Я решил еще провести один эксперимент. Поставить на безрезисторную свечу провод с довольно низким сопротивлением. То есть, в четвертый цилиндр поставил и безрезистора свечу, и провод с низким сопротивлением. И думал снять осциллограмму, посмотреть, что там происходит. Но тут произошла проблема. Осциллограмму, я бы не сказал, что это там из каких-то дорогих, праведных, очень хорошо экранированных. Но осциллограмму уже при таких условиях снять не получается. То есть, много помех, наводок, из-за которых он зависает, теряется связь. И вот видите, тут ничего кроме артефактов каких-то увидеть нельзя. Понятное дело, хорошее заземление осциллограмма, хорошая его экранировка, и мы бы что-то увидели. Но здесь вот чисто на практике мы можем понять, что есть какое-то электронное устройство, которому от этих помех стало плохо. То есть, это мог быть, например, датчик коленвала, это могли быть какие-то плохо заэкранированные вазовские мозги. Ну, и там можете придумать, как бы, додумать, как бы, любой вариант происходящих событий дальнейший. Но то, что помех много, и они мешают работе электроники, это факт. На новой катушке у нас все точно так же. Время горения примерно 2 миллисекунды. Время накопления отсюда досюда в районе 5 миллисекунд. Напряжение пробоя 500 вольт. Единственное, что на этой катушке, блин, да и не единственное, тут конкретная большая разница. Сейчас. В общем, проблема в том, мы уперлись в максимальное входное напряжение этого осциллографа. Если посмотреть предыдущие осциллограммы, то вот этот вот конечный импульс напряжения, когда у нас прерывается искра, был гораздо ниже, чем 500 вольт. Ну, где-то пик, первичный, пик, момент пробоя был 500 вольт, а под конец загорения было, грубо говоря, 300, да, вот так. Сейчас я вам скрин вставлю с предыдущего графика. Здесь мы видим, что 500 вольт у нас пробой и 500 вольт на выходе, соответственно, просто мы не можем увидеть, что дальше, потому что нам не позволяет это осциллограф. Но так как конечный импульс у нас стал 500 вольт, то есть максимальное входное напряжение этого осциллографа, понятное дело, что напряжение пробоя у нас увеличилось еще больше. Какие можем мы сделать выводы? Наверное, лучше сделаете вы их сами, посмотрите скриншоты, которые я приложу, потому что сейчас это снято на камеру, и там, возможно, мы сопоставим, посмотрим горение, момент горения, какое напряжение было. Время горения, как видите, не увеличивается, время накопления тоже не увеличивается, возможно, это даже зависит от коммутаторов, это, скорее всего, так и есть, это ограничено коммутатором. Так, по сопротивлению вторичных обмоток в маслонаполненной катушке 6,6 кОм, в сухой катушке 11 кОм. К сожалению, максимальное напряжение пробоя мы померить не смогли, ввиду недостаточности, недостаточного оборудования. Надо будет докупить вот такой вот делитель, только рабочий желательно, потому что у меня есть X10, но он не работает, поэтому не получилось у меня нормально измерить этот момент. По проводам нулевого сопротивления, по безрезистивным свечам могу тут добавить только, ну, опять-таки, это мое мнение, вы можете спорить, что ничего кроме проблем они вам не предоставят. Если у вас изначально стоят нормальные рабочие провода с сопротивлением и нормальные свечи с сопротивлением, именно нормальные, потому что большинство заблуждений, связанные с этими нулевиками, мне кажется, идут от того, что вы не рабочие, меняете просто на рабочие провода с нулевым сопротивлением, и типа у вас что-то произошло хорошее. Но, как видите, чисто по цифрам ничего не происходит, по крайней мере, мы не заметили. И для тех, кто досмотрел до конца, все-таки, что ж это за катушка? Это катушка от 124-го Мерседеса, в данном случае это Тесла, вот ее номер. Становится она просто идеально по родным местам, подключается тоже элементарно. На первичной обмотке катушки есть две шпильки под кольцевую клемму. Клемма 15, это у нас плюс от включения зажигания. Клемма 1, это управляющий вывод коммутатора. Все, коричневый провод, в данном случае. На этом все, всем удачи на дорогах и до скорых встреч.